всем привет итак сегодня мы продолжаем доделывать наш книжный магазин и мы будем добавлять нижнее меню у нас здесь будет к примеру главная страница в серединке добавим к примеру избранный у нас в избранный можно отсюда будет зайти фабрит но это мы можем отсюда убрать сделать чтобы можно было сходить только вот с нижним меню хотя можно и здесь оставить и допустим настройки все эти экрана мы делать не будем просто чтобы вам было понятно как работает нижнее меню сочетание например с драйвер лаяутом ну и сможете же сами добавить разные айтемы я просто добавлю экраны пустые для настроек избранный конечно мы делать будем и главный экран это того где у нас будут появляться все книги которые мы будем выбирать там из разных категорий так давайте сразу перейдем к делу что нам понадобится нам понадобится само меню она работает в виде списка то есть у нас появляются айтемы нам понадобятся сами айтемы и информация для них то есть где-то мы должны хранить информацию для элементов из меню и к элементу из меню относится картинка заголовок это то что мы увидим то что пользователь увидит и еще допустим у нас может быть разные элементы один из них например это road то есть это как бы путь до экрана который он будет открывать то есть этот айтем давайте начнем наверное все таки создание вот именно этих данных которые будут представлять собой один элемент где будет храниться картинка которая будет для каждого элемента заголовок ну и какой экран мы будем открывать для этого мы создадим сил класс в котором будет сгруппированы все объекты для того чтобы хранить там эти данные так давайте наверное в main screen создадим отдельный пакет это будет package назовем bottom menu все и здесь создадим сразу этот сил класс cotton класс файл выбираем здесь у нас сил класса нету новых версиях android studio поэтому придется просто выбрать класс и уже дописать это назовем bottom menu item все и указываем что это сил класс в котором можно будет сгруппировать объекты и сразу укажем чтобы мы сразу от этого класса наследовались чтобы каждый наш объект имел в себе одинаковые данные а это у нас будет title icon и к примеру road то есть путь до экрана к которому хотим перейти после моего превратим уже в объект этот road для того чтобы использовать новую навигацию но пока что я просто оставлю объект string и так указываем bottom menu item наш сил класс будет в себе иметь вот у меня уже выходит подсказка это road title все указываем что у нас будет три переменных и здесь заполняем сколько элементов у нас будет айтемов вот у меня уже выходит подсказка к примеру home видите вот таким образом мы все это делаем так нужно класс r импортировать alt enter и айси хом картинки у нас нету что здесь произошло объясняю мы просто создаем обычный объект и указываем что мы наследуемся от нашего bottom menu item так как у нашего bottom menu item есть три переменные мы заполняем поэтому наш теперь home представляет собой объект в котором есть три переменные потому что мы наследовались от bottom menu item и этот объект называется home вот его мы будем передавать для того чтобы нарисовать первый item так здесь будет первое там потом мы ставим сейчас еще 2 и 3 ну либо столько сколько вам нужно только давайте чтобы у нас так красный не высвечивала сразу добавим три картинки у нас будет картинка home картинка избранный к нему сердечко там и картинка настройки шестеренка еще что-то итак не в папку дровал правая кнопка мышки new выбираем вектор asset и здесь вот у меня уже есть избранный давайте сразу это выберем фавз назову либо айси фавз давайте вот так сделаем аси фавз откуда это взял заходим вот сюда библиотеку в эту и ищем фавз все вот выбираем можете с интернета конечно же скачать эти иконки так все выбрали ну и здесь пишем айси фавз отлично next финиш добавили дальше нам нужно еще айси хом создать выбираем new вектор asset и здесь ищем если у нас к ней картинка для хом да здесь есть выбрал такой домик окей это у нас будет айси хом айси хом так вот так будет отлично next финиш все видите у нас теперь уже здесь есть элемент и последний это сеттинг давайте выберем вектор asset выбираем здесь сеттингс можно выбрать вот такую картинку либо вот такую давайте выберем все-таки вот такую хорошо это у нас будет айси сеттингс айси отлично все и теперь просто делаем столько объектов это будет у нас это как бы простые коробки в которых хранятся данные для нашего айтема ну чтобы отдельные дата классы не создавать заполнять их мы прямо здесь все заполняем и это все сгруппировано в bottom menu item в родительском классе поэтому чтобы добраться до любого из этих элементов мы просто пишем bottom menu item хом bottom menu item следующий у нас как будет называться фабс к примеру здесь естественно род но принципе род можно оставить давайте вообще пробелы здесь вставим то что мы пока что это использовать не будем можно было бы вообще-то не добавлять туда пришлось бы после это добавлять так что давайте пока что так оставим здесь уже будет не хом а фабс назову вы можете назвать февральц либо на русском там на английском как хотите и картинка уже будет не оси хом оси фабс все видите то есть у нас будет один объект второй объект чтобы добраться допустим до этого объекта и передать его сюда в нашем меню мы должны указать bottom menu item то есть наш сил класс . фабс все тогда мы получим все эти данные вот этот объект а для хом то же самое bottom menu item только хом мы все это передаем список это список будем перебирать и создавать вот так вот в линию список из этих айтемов и тогда у нас появится наше меню сейчас и все чуть дальше вам покажу как это делается ну и еще последний объект копируем то есть когда вы делаете нижний меню вы всегда делать таким вот образом сил класс в котором все сгруппировать и и в нем идут объекты которые наследуются от вашего сил класса в котором прописано какие именно переменные у вас будут храниться но обычно для элементов из меню нам нужно title который мы хотим показать если мы хотим показать дальше картинка в данном случае я использую идентификатор если вы с интернета скачиваете еще откуда то то конечно там уже по-другому будет но опять же здесь обычно используется из ресурсов может нет смысла с интернета скачивать разве что у вас такая идея ну и в принципе здесь больше ничего не нужно но и road в нашем случае если будем переключаться между экранами так все это уже будет называться не фавс это уже будет называться settings settings отлично значит здесь title settings это то что пользователь увидит что будет там написано и картинка будет уже не айси фавс айси settings все мы создали первый элемент вот отсюда мы будем брать данные для заполнения наших элементов теперь нам нужно будет создать само меню это мы делаем следующим образом то есть мы создадим баттон на в меню к примеру давайте прямо здесь это сделаем new kotlin класс файл у нас будет композа был то есть мы уже и создаем сам бит как он будет выглядеть чтобы его нарисовать на экране поэтому указываем баттон меню и просто за баттон меню пусть будет так все это у нас будет функция значит указываем круглые скобки здесь помечаем что-то фан что-то функция и указываем аннотацию опять же композ был и так здесь самое первое что нам нас интересует вот видите меня сразу выходит а подсказка спасибо что здесь новых версиях android studio уже все так четко работает подсказка что не подсказывает понимает что хочу знать нижнее меню и естественно понимает что у меня в проекте уже есть элементы для меню поэтому создает сразу список из этих элементов потому что нам нужно список прибирать и брать элементы которые есть первый второй третий на основе этих элементов уже создавать наши айтемы которые мы увидим и так это делать следующим образом пока что мы просто создали список и здесь хранятся данные для каждого элемента то есть картинка заголовок так далее это уже поняли так давайте еще раз запущу и дальше нам нужно создать следующий то есть когда мы будем нажимать на эти элементы из нижнего меню мы хотим чтобы они отмечались то есть переключались и мы видели на какой элемент мы нажали он был отмеченный пока мы не нажмем на другой элемент поэтому нам это состояние как-то нужно сохранять мы его будем сохранять не прямо в этом меню а там где будем это меню использовать но пока что просто чтобы урок не затягивать и показать вам как это работает пока что мы это меню еще не подключили давайте прямо здесь создадим состояние это у нас будет к примеру selected item selected item все предлагает remember mutable state нет меня здесь интересует не 0 а я буду по названию по title пока что просто указывать и мы будем сравнивать выбранный элемент с тем элементом который рисуется у нас же будут рисоваться все три элемента первый второй третий первый элемент у нас будет home второй фаус и третий settings поэтому когда будет совпадение допустим по названию home то мы его сразу отметим и он отметится сейчас как это делается давайте сначала импортируем remember alt enter здесь можно было бы указать buy но я оставлю так alt enter все selected item указали просто чтобы сохранять состояние по заголовку будем сравнивать какой элемент выбранный и дальше мы добавляем наше navigation меню это у нас navigation bar все указали navigation bar там есть разные настройки но мы пока что это делать не будем и вот здесь то есть когда мы указали navigation bar мы не видим у нас здесь будет такая вот менюшка и она будет пустая давайте посмотрим как она выглядит и посмотрим как все это работает итак чтобы показать вам как все это работает давайте прям то что у нас есть сейчас подключим и посмотрим на экране чтобы это подключить нам нужно решить где мы хотим показывать наше нижнее меню так что у меня эмулятор глючит нижнее меню я хочу показывать на основном экране где выдвигается вот это но здесь я видите сделан немножко неправильно то есть я вместо того чтобы вот это выдвижное меню сделать не во весь экран весь вот этот Composable и его содержимое сделал в 0.7 от экрана, то есть 70% от экрана. Поэтому у нас меню тоже вот здесь появится вот такое маленькое. Нам нужно сделать, чтобы у нас контент, вот видите, серм, сейчас он отмечается, был во весь экран, а выдвижное меню было 70%. Поэтому давайте зайдем назад в наше меню. Это у нас, где у нас есть Driver Header, Main Screen находится. Видите, вот здесь мы рисуем column, бла-бла-бла. Вот этот Driver Content это то, что мы должны сделать в 70%. А я сделал весь Model Navigation Driver. Видите, вот этот Composable, я весь его сделал 0.7. Это значит, что и содержимое, которое там пойдет, основной контент, тоже будет только всего лишь 70% от экрана. Меня это не интересует. Поэтому здесь в Model Navigation Driver, видите, выбираем не 0.7, а Fill Max Width. Все, чтобы было четко вот так. Отлично. Если мы так сделаем, давайте сейчас запустим и все пошагово рассмотрим, что и как работает. Если мы так сейчас запустим, мы увидим, что теперь у нас будет во весь экран и не закрывается до конца. Но зато и весь контент у нас, видите, вот серым показывает, тоже во весь экран. Отлично. Теперь осталось сделать вот эту часть нашего меню в 70%. А за это уже отвечает наш column, видите. Поэтому вместо того, чтобы указывать Fill Max Size, мы укажем Fill Max Width. Видите? То есть содержимое, содержимое этого выдвижного меню мы сделаем в 70%. А все остальное, то есть его тело, где у нас там пойдет основной контент, оно будет во весь экран. Все, видите? Вот в этом у меня ошибка была. Я просто на это внимание не обратил. Поэтому здесь Fill Max Width указываем 0.7, к примеру. Ну, в моем случае вы уже можете, конечно, по-другому как-то указать. Запускаем. И вы сейчас увидите разницу, что будет как до этого, но теперь основной контент будет во весь экран. Все, видите? Вот показывает серым. То есть когда мы закроем, весь контент, который здесь будет добавлен, он будет во весь уже экран. Но само меню не во весь экран. Вы видите? Затемняется сзади этого меню. Отлично. Вот теперь все четко работает. Хорошо. И теперь я хочу, чтобы у меня меню было вот именно за этим драйвером. Это значит, что меню нужно добавлять вот сюда. Это вот есть тело. То есть основной контент, который будет перекрывать драйвер. Вот этот, видите? Вот здесь. Это будет наш основной экран. Как сюда добавить наше нижнее меню, я думаю, вы уже знаете. Как мы добавляли, к примеру, топ-бар и так далее. Для этого у нас... Так, что-то не то удалил. А, вот. Для этого мы должны добавить scaffold. И в scaffold контейнере у нас есть bottom menu. Все. Вернее, bottom bar. Я его называю bottom menu, но это bottom bar. Вот у нас нам предлагает выбрать modifier fill mic size и bottom bar добавить наш bottom menu. Вот и все. Я воспользуюсь подсказкой. Все. Импортируем наше меню. Alt-Enter. Что мы сделали? Просто-напросто в scaffold у него есть разные места. Scaffold это как контейнер, в котором уже так... Давайте закроем вот это. В котором уже определены разные места. Допустим, bottom navigation пойдет внизу. Top bar пойдет вверху. Понимаете? Основной контент пойдет вот здесь. Поэтому в scaffold все это распределяется. Так что мы указываем контейнер, bottom bar. Это значит, наш bottom menu пойдет сюда вниз. И указываем, чтобы наш scaffold был во весь экран. Почему на нас ругается? Потому что здесь у нас распределено все правильно. То есть здесь идет top bar, но мы его не используем. Bottom bar мы используем. Он идет внизу. Но все это занимает часть экрана. И у нас остаются отступы. Правильно? Поэтому если мы не используем padding, который нам выдает, видите, вот здесь указывает, что не используется padding. Здесь нам выдает padding. Если мы его не используем, то просто-напросто вот этот bottom menu будет прикрывать основной контент. То есть будет ложиться поверх него. Если у нас есть какой-то список, то нижняя часть, то, что прикрывает нижнее меню, будет перекрывать этот список. Поэтому нам нужно делать вот эти отступы. И здесь приходит отступ согласно тому, что мы используем. Если мы используем bottom bar, там, допустим, 60 пикселей отступ, то и контент будет это учитывать. То есть он не будет рисоваться за bottom menu, а будет как раз над ним, потому что знает его отступ. Но мы пока это использовать не будем, потому что у нас никакого контента нет. Поэтому я просто-напросто поставлю заглушку, чтобы просто на нас не ругалось. Вот и все. Так, добавил. Все, вот у нас есть bottom menu. Я добавил. Пока что, как вы видели, мы взяли этот контейнер. Все, добавили его, где у нас находится основной экран, с driver menu. Все. И вот здесь у нас идет этот scaffold. И у этого scaffoldа есть нижнее меню, которое мы уже добавили. Но в нижнем меню у нас пока что ничего не настроено. Я просто вам хочу все по порядку показывать. Вот сейчас у нас есть navigation bar. Давайте запустим таким вот образом. Пока что список не используется. И вот это тоже не используется. Давайте посмотрим, что получилось. Чтобы вы понимали полностью, что и зачем мы добавляем. Так, запускаем, убираем и видим. Вот внизу мы уже видим контейнер для меню. Но он пустой, потому что мы еще ничего туда не добавили. А вот теперь давайте посмотрим, как же мы можем добавлять элементы из этого меню, то есть айтемы. У них уже есть свое расположение, где идет заголовок, где идет картинка, как меняется цвет при нажатии. В общем, все это уже есть. Мы просто используем готовые айтемы. Если мы просто напишем navigation bar item, вот он, видите, то нам нужно заполнить несколько элементов здесь. У нас есть, видите, основные элементы. Это selected или нет, то есть этот элемент выбранный или нет. Потому что когда мы будем нажимать, мы хотим как-то контролировать. Так, давайте все лишнее уберем. Вот так сделаем. Когда мы будем нажимать, мы хотим как-то контролировать, какой элемент будет выбранный. Потому что у нас будет вообще не один здесь элемент, а допустим, там три, четыре, два, не знаю, пять. И когда мы выбрали один из элементов, он должен изменить свой цвет, чтобы было понятно, что он выбранный. Вот для этого мы используем вот этот элемент, вот этот параметр selected. То есть если здесь будет true, то элемент будет выбранный. Если здесь будет false, элемент будет невыбранный. Поэтому мы что-нибудь можем сравнивать и сюда будет придаваться boolean true либо false. Если есть совпадение, то будет отмечаться как выбранный. А вот это слушатель нажатия. Поэтому слушатель нажатия, мы вот сюда будем записывать selected item. Заголовок вот этого айтема, но у нас будет не один, я просто вам сейчас показываю как один добавить. У нас, допустим, их будет там три. Все, мы берем по очереди первый, второй и третий айтем. По очереди берем. Каждый раз, когда мы их берем, мы берем у них заголовок. Если там, допустим, home, то отметится, то совпадение где будет? То есть айтем, на который мы нажали, one click, и передали сюда в selected item, допустим, home. Ну здесь и по умолчанию идет home. Ну, допустим, если передам settings. Все, selected item будет settings. Поэтому, когда будет рисовать первый элемент, второй и после третий, увидит, что у третьего элемента заголовок это settings, и тогда этот элемент, у него изменятся цвета, и будет видно, что он как будто бы выбранный. Вот и все. Но пока что мы это делать не будем, я просто укажу, к примеру, false, а после покажу, что будет, если я выберу true. Все, вот наше меню, вот внизу вы видите, находится, и я просто добавил один элемент. Это я делаю для того, чтобы вы поняли, зачем мы делаем вот этот список из данных. Потому что если мы сделаем вот так один элемент, сейчас вы увидите, что происходит. Запускаем. Все. Если мы убираем, вот, он у нас какой-то сжатый. Мы его практически не видим, но нажимать можем. Почему такое происходит? Как вы видите, мы ничего не заполнили. То есть в icon мы не передали никакой icon. То есть там нет ни заголовка, ни картинки. Нам это нужно передавать. Поэтому сделаем следующим образом. Пишем icon. И в icon в painter, берем painter resource, и мы можем взять, пока что для тестов, просто один элемент из нашего button menu item, home. У нас же есть там данные, поэтому мы берем его, передаем сюда в id, и в home у нас есть icon id. Все, видите? Enter. Так, давайте перенесем на следующую строчку. Здесь у нас просто будет, к примеру, now. Мы там ничего передавать не будем. Все. Вот что у нас есть. У нас есть картинка, которую мы возьмем из home. Icon id. И вот сейчас вы увидите, что происходит. Запускаем. Пока что мы просто к элементу добавили картинку. Значит, будет просто одна картинка. Так, загружается. Все, видите? Вот он, home. Если вам нужна одна кнопка, пусть будет одна кнопка. Но если мы хотим добавить еще и текст, а у нас же здесь есть уже в этом home title, то здесь, среди этих параметров, selected, unclick, icon, еще есть label, куда мы можем передать текст. Пишем label. Все. И также открываем его тело, и в него, здесь в этом контейнере, мы можем добавить текст какой-то. А текст мы можем взять откуда-то. То же самое. Берем bottom menu item.home. И там есть title. Все, видите? Так что теперь, когда отрисуется этот элемент, в нем будет и картинка, это icon, и label, то есть текст. Сейчас вы это все увидите. Итак, запускаем. Все, видите? Написано home. Вот у нас есть один элемент. Что будет, если мы возьмем и, к примеру, скопируем весь этот элемент? Потому что вот этот navigation bar – это просто контейнер, который я сделал на основе списка по горизонтали. Итак, давайте это сделаем сразу после него, вот здесь. И посмотрим, что получилось. Так, добавляем. Давайте покажу вам, что получилось. Видите? Navigation bar. Добавил один элемент и добавил второй, такой же. Просто его скопировал. Смотрим. Теперь у нас есть два элемента. То есть вот таким вот образом создается меню. Но вы же не хотите, допустим, если у вас есть пять элементов, делать пять таких вот элементов. Бум-бум. То есть вы напишите кучу кода, просто чтобы вот это вот создать. Смотрите, два элемента и сколько кода написано. Поэтому все это можно сделать намного проще. Поэтому мы создали список с данными. Вы данные могли бы напрямую вручную передать, но смысла в этом нет. То есть если бы вы сделали вот так вот, один элемент, как я вам показывал, второй элемент, третий, вы могли бы просто вручную здесь прописать картинку, заголовок для каждого элемента. И все так же бы работало, все отлично. Но у вас было бы тогда очень много кода. А таким образом, видите, у нас все сгруппировано вот здесь. То есть мы данные берем отсюда. Поэтому если вам кажется вот это все запутанным, то просто поймите, что это просто организованные данные. Ничего здесь, никакого кода нет, никаких вычислений, ничего. Просто у нас упорядочно. По этому названию могу вызвать любой объект Home, Fav и Settings. То есть указав это название, как будто бы я схожу в папку, а в этой папке есть вот такие вот папки Home, Fav и Settings. И из каждой из этих папок Home, к примеру, есть три переменные Road, Home и картинка. Здесь то же самое. Поэтому если мне нужно добраться до любых данных, я через это и через название объекта попадаю к его данным. Вот и все. Поэтому мы создали список. И вот теперь, смотрите, если мы используем список, то для того, чтобы добавить три элемента, не нужно три NavigationBarItem добавлять. Нам хватит одного. Просто мы берем наш список, как он называется, кстати, Items. Видите, здесь у меня уже прилегает подсказку, но я напишу вручную. Items. ForEach пишем. То есть мы будем прогонять цикл ForEach. Все. И с помощью этого цикла давайте назовем элементы, которые нам будет выдавать ForEach, чтобы было понятнее. Это Item будет у нас просто. Все. Значит, берем Item. Нам будет выдавать каждый раз Item. То есть список просто пробежит и выдаст Home, Fav и Settings. Поэтому мы создадим три NavigationBarItem. Видите? И если бы у нас там было 10, то мы создавили бы таким же кодом. Так, давайте вот это уберем уже. То есть здесь код бы не увеличился. Все осталось бы то же самое. Если бы у нас здесь было 20, здесь было бы 20, только увеличилось бы вот здесь. Видите, насколько меньше. А представьте себе, если бы я не сделал все вот это, сколько бы мне нужно было добавить сюда вот такого кода, NavigationBarItem и так далее, чтобы напечатать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне нужно было бы 7 вот таких вот NavigationBarItem добавить. Тогда бы вообще был полный геморрой. А так мы все аккуратненько списком создадим 1, 2, 3. Единственное, что данные, чтобы были разные, мы берем из айтема, потому что items список будет выдавать каждый раз новые данные. Поэтому мы берем таким вот образом. Берем items, а вернее item, извиняюсь, из этого item, который выдает по очереди каждый раз, будет выдавать сначала home, после files и после settings. Вот это убираем. Готово. Все. И здесь то же самое. Title тоже берем из item. Не items, а item. Один элемент, который нам выдает. Вот и все. И теперь у нас будет все вот эти три элемента. Надеюсь, что это понятно. Запускаем. Как вы видите, наше нижнее меню появилось. Можно будет после его, конечно, настроить и так далее. Наверное, уже сделаем на следующем уроке, либо через несколько уроков, когда будем уже настраивать здесь все. Здесь мне тоже хотелось бы сделать немножко другой шрифт. Чуть-чуть, может быть, еще можно было что-нибудь прикрасить. Вверху тоже сделать статус бар другого цвета. Ну ладно, пока что это мы оставим. Теперь, видите, можно нажимать. Единственное, в чем проблема, как вы видите, элементы не отмечаются. Я не знаю, где я сейчас нахожусь. Если бы я переключился сейчас на экран FALSE, то я бы об этом не узнал. Ну, конечно же, я узнал, потому что появляется здесь, то есть по содержимому, либо настройки. Но было бы неплохо еще это отмечать. Вот для этого у нас есть SELECTED. SELECTED реагирует на FALSE, либо TRUE. Если мы укажем TRUE, то будут все элементы выбраны. Смотрите. Поэтому нам нужно определять именно тот элемент, на который мы нажали. А для этого у нас есть слушатель нажатий. Вот видите, теперь все выбраны. Поэтому нам нельзя просто указывать TRUE. Мы должны слушателям нажатий каким-то образом отмечать только один элемент. И это можно сделать следующим образом. Смотрите, у нас есть SELECTED ITEM и по умолчанию идет HOME. Поэтому мы можем в SELECTED просто сделать условие, сравнить. Если у нас, ну здесь не нужно IF писать, если у нас простое условие, просто пишем SELECTED ITEM.VALUE. Берем значение, которое там будет. Равно ITEM.TITLE. Значит, этот элемент отмеченный. Так что у нас по умолчанию в SELECTED ITEM будет записано HOME. Правильно? Вот я записал. Все. Просто слово HOME. Поэтому, когда будут рисоваться вот эти элементы, навигащен бар первый, второй и третий, будет сравнивать, у какого элемента TITLE это HOME. Это у первого элемента. Правильно? Поэтому у этого элемента здесь будет TRUE, а у остальных будет FALSE. Потому что у них TITLE это не HOME. У одного FALSE. Правильно? У другого SETTINGS. Поэтому у них будет здесь FALSE и не будут отмечены. А у HOME будет отмечено. А при нажатии на кнопку UNCLICK, видите, давайте сразу это сделаем. Я в SELECTED ITEM передам TITLE элемента, на который нажал. Так что вот этот MUTELY STATE OFF изменится. Опять элементы перерисуются, но уже отметится тот, на который я нажал. Потому что теперь будет здесь записан заголовок того элемента, на который я нажал. И только у него будет совпадение. Вот и все. Это если вы не знали. Если вы уже знали, то, наверное, я вам с этим уже надоел. Так, равно. Присваиваем. Не два равно, а одно равно. Потому что это присвоение, а не сравнивание. Не сравнивание. И берем из айтема TITLE. Именно из-за того айтема, на который мы нажали. Правильно? Мы уже у какого-то определенного айтема нажимаем. Поэтому его UNCLICK и его TITLE записывается вот сюда. Бум. И все. И перерисовывается. Вот теперь запускаем. Теперь по умолчанию будет отмечен HOME. Но когда мы будем переключаться, будет меняться. Вот смотрите. По умолчанию HOME выбранный. Ну, конечно, цвет нужно будет доработать. Бум. Выбрал. Теперь FAUSE. Теперь SETTINGS. Все. Вот так мы начинаем постепенно настраивать наше меню. Если вы хотите, конечно, убрать заголовок, то вы просто удаляете ZETLE. Вот и все. В моем случае я оставлю. После мы, конечно, будем уже по другим параметрам вычислять то, на что мы нажали. Ну, конечно, можно было бы это и так оставить. На этом у меня все. Я надеюсь, что все было понятно. Кстати, вот так, когда мы закрываем, видите, у нас немножко видно. Так что еще я не прощаюсь с вами. Хотел попрощаться уже, но смотрю, здесь лучше это доделать. Каким образом? У нас просвечивается из-за того, что у всего элемента вот этого меню я сделал прозрачность 0.2. Поэтому нужно это изменить. Давайте зайдем в драйвер-боди. Вот видите, альфа 0.2. Но у всего контейнера, у картинки, то есть у самого контейнера бокс фона вообще нету, то есть он полностью прозрачный, а картинка, которая все прикрывает, у нее 0.2. Вот поэтому мы видим сквозь наш контейнер. Так опять, что у меня глючит. Чтобы мы не могли видеть сквозь контейнер, мы должны у контейнера выбрать какой-то цвет. Вот fill max size мы делаем, точка background, color. Можно в принципе выбрать white, но тогда у нас будет не очень. Давайте выберем color gray. Вот так, к примеру. Сейчас мы подгоним цвет. И все, тогда у нас картинка будет прозрачность 0.2, а здесь у нас будет за ней фон серый, поэтому мы увидим серый фон, но не увидим вот эти вот элементы, которые перекрыты. Но это уже, опять же, внешний вид. Это уже как хотите. Если вы хотите это изменить, то изменяйте. Если нет, то не нужно. Вот видите, все, мы их не видим. Отлично. То есть осталось, как и было, потому что я цвет серый использовал. Лучше бы, конечно, цвет использовать такой же, вот синий. Давайте посмотрим. Я думаю, красивее будет. И, в принципе, на этом урок будем уже заканчивать. Так, color. Какой у нас цвет? Вот такой темно-синий, dark blue, либо button color. Давайте проверим сначала button color, а после dark blue. И посмотрим, какой красивее. Так, это у нас находится в драйвер-боте. Да, вот здесь. Вставляем вот сюда, в наш бокс, в котором, собственно говоря, все находится. Так, что-то я не тут вставил. Что же я там скопировал? Копируем. Вот так. Все. Импортируем. Alt-Enter. Import Property. Запускаем. Так, посмотрим. Я думаю, будет красивее. Наверное. Так. Ну, в принципе, неплохо. Да, можно, в принципе, вот так оставить. Да, мне так больше нравится. А давайте все-таки на всякий случай проверим dark blue, чтобы уже убедиться, что все-таки так красивее. Так, запускаем. Нет, все-таки, наверное, вот этот вот синий мне больше нравится. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Конечно, нужно было бы его сделать потемнее. Нет, давайте оставим тот, который был посветлее, чтобы было поприятнее смотреть. В принципе, на этом у меня все. Сейчас запустим. Еще нам остается два настроить статус бар и так далее. Но уже все неплохо. Здесь тоже уже, наверное, чтобы после перейти уже полностью к базе данных, давайте на следующем уроке настроим цвета вот здесь. здесь у фона, потому что здесь у нас будет список идти, чтобы фон у него тоже бы красивый был. И статус бар. Все, у нас тогда этот экран главный будет готовый. И уже начнем переходить к нашему экрану с регистрации, чтобы после экрана с регистрацией мы могли переходить на главный экран. И начнем уже подключать навигацию. И начнем подключать администратора. Потому что прежде, чем показывать список со всеми книгами, нам нужно эти книги добавлять. Поэтому нам нужно сначала добавить возможность, чтобы у нас был только один администратор, ну, либо несколько, без разницы. И когда администратор заходит в своего аккаунта, то мы видим дополнительную опцию, чтобы он мог зайти добавлять книги. А когда заходит простой пользователь, он просто видит список с добавленными книгами. Вот этим мы и займемся. Но в следующем уроке, как я уже сказал, давайте сначала доделаем вот эту часть, чтобы у нас уже здесь все четко, красиво смотрелось и к этому уже не возвращаться. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, тем самым вы поддержите канал и меня. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, если хотите поддержать канал, то все возможные способы найдете в описании к этому видео. А также на моей веб-странице есть кнопка для донатов, если хотите поддержать канал донатом. Также на моей веб-странице можете посмотреть мой каталог курсов на главной странице, может быть, какой-то курс вас заинтересует. И тем самым, опять же, поддержите мой канал. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся на следующем уроке. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok